Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнёрам служения Сергея Реховского. Хотя в Твое присутствие мы песню вас поём, из песни будем славить, благодарить Тебя за всё. Ты дал мне смысл жизни, с Тобою я живу, сейчас хочу в любви я вознести Тебе хвалу. Это Ты, Отец Творенья, Возвешивший Божий Сын, Ты во веках голубов и жало смерти памяти. Это Ты, Своей любовью, Людей я слабо родил, И за Тобой хочу, днём и ночью я лети. Прихожу в Твое присутствие, без любви пою Тебе, без любви и поклоненья за любовь Твою ко мне. Ты дал мне смысл жизни, Тобою я живу, Тебя хочу я славить и возносить Тебе хвалу. Это Ты, Отец Творенья, Возвешивший Божий Сын, Ты во веках голубов и жало смерти памяти. Это Ты, Отец Творенья, Возвешивший Божий Сын, Ты во веках голубов и жало смерти памяти. Это Ты, Своей любовью, Людей я слабо родил, И за Тобой хочу, днём и ночью я лети. Ты, Отец Творенья, Возвешивший Божий Сын, Ты во веках голубов и жало смерти памяти. Это Ты, Отец Творенья, Возвешивший Божий Сын, Ты во веках голубов и жало смерти памяти. Это Ты, Своей любовью, Людей я слабо родил, И за Тобой хочу, днём и ночью я лети. Это Ты, Отец Творенья, Возвешивший Божий Сын, Ты во веках голубов и жало смерти памяти. Это Ты, Своей любовью, Людей я слабо родил, И за Тобой хочу, днём и ночью я лети. Это Ты, Отец Творенья, Возвешивший Божий Сын, Ты во веках голубов и жало смерти памяти. Это Ты, Своей любовью, Людей я слабо родил, И за Тобой хочу, днём и ночью я лети. Это Ты, Отец Творенья, Возвешивший Божий Сын, Ты во веках голубов и жало смерти памяти. Это Ты, Своей любовью, Людей я слабо родил, И за Тобой хочу, днём и ночью я лети. Слава нашему Господу мы продолжаем тему проповеди, которая была начата в прошлый раз, и сегодня мы её продолжаем. Называется «Общее название апостол свободы». И как под тема сегодняшняя в прошлое воскресенье мы говорили «И сделаешься иным человеком с иным сердцем». Речь идёт о первом царе Израиле Сауле. А под тема сегодняшней проповеди не менее важна. Вы знаете, вот в советские времена у нас был дефицит всего в магазинах. Я уж не говорю там про колбасу, даже туалетная бумага. Мы часто стояли в очередях, и всегда подходишь к очереди. Ну, в Москве так было принято всё-таки не нарушать порядок. И спрашивали, кто стоял в конце очереди. Мы говорили, кто крайний. Мы старались не говорить слово «последний», потому что это не приветствовалось. «Последний» считается, но уже всё потеряно. Вот он «последний», и я становлюсь последним. Тем не менее, слово «крайний» как-то более-менее воспринималось спокойней. Но тем не менее, даже пометую вот всё то, я назвал сегодняшнюю проповедь «последний шанс». Мы говорили о первом царе Израиле Сауле. Мы говорили о человеке апостоле Павле, который назван в честь царя Саула, первого царя Израиля. И, собственно говоря, он из рода и колена Вениаминова вместе с первым царём Израиля. Итак, «последний шанс», апостол свободы. Знаете, иногда Господь нам даёт, слава Богу, шанс. Ну, «последний», «последний», это вопрос уже другой, но он даёт нам шанс. Шанс вновь что-то поменять. Шанс что-то начать сначала. Это величайшая привилегия была для Израиля и величайшая привилегия для церкви христианской, церкви Христовой. Когда мы говорим об этих шансах, мы прекрасно понимаем, что, слава Богу, что шанс есть. И для нас, христиан, он основан на великой голговской жертве Господа нашего Иисуса Христа. Если бы не эта жертва, ни у кого бы у нас не было бы шанса на спасение, ввиду того, что большинство из нас принадлежали к другим идолам, идолопоклонники были, язычники были, мы не знали живого Бога. И Господь нам через жертву Иисуса Христа дал такой шанс. И слава Богу, что он не последний, даже не крайний. Тем не менее, я назвал именно пропой так, потому что мы будем сегодня говорить о человеке, который очень красиво начал свою высокую карьеру. Он был смиренный, послушный. Господь говорит, на кого презрю я? На кроткого, смиренного, натрепещущего перед именем моим святым. Таким был Саул в начале своего восхождения на трон. Мы говорили о том, что он был очень послушен отцу. Он был кротким, смиренным, негордым, нечиславным. Даже когда нужно было его посвящать уже на царство, то его с трудом нашли, хотя звали. И даже Самуил обратился к Господу и спросил, а здесь ли он? И Господь сказал, да, он прячется в обозе под телегой. Вот такой был смиренный, кроткий человек, хотя внешне был очень видным, на голову выше всего народа. И помните, когда ему даже подарков не дали, он как бы не замечал это. И вот в тот день, когда он был помазан на царство, мы читаем, что Самуил, помните, как переводится Саул на русский язык, вымоленный, выпрошенный у Господа. Именно так переводится это имя на русский язык. И когда ему говорят Саул, это означает вымоленный, выпрошенный. Ты наш царь, мы тебя по сути вымолили, по сути выпросили. И вот в тот день, когда он был посвящен, когда на него был излит рог Елея из рук Самуила, великого Божьего пророка и судьи, в этот день он был посвящен в цари над Израилем. Первый царь Израиля. И вы знаете, там Господь через Самуила сказал ему очень много важных откровений и сказал ему путь, по которому ему предстоит идти. Вот мы сейчас пели псалом, не дай мне сойти с твоего пути. Вы знаете, на самом деле обращено слово к людям верующим. Я понимаю, что люди, которые еще не познали Христа, еще не знают путь истины, у них есть очень много шансов пока. Но для людей, которые христиане, которые верующие, вот этот псалом звучит, не дай мне сойти с твоего пути, очисти меня, омой меня. Мы знаем знаменитый 50-й псалом царя Давида, где он согрешил с Версавией, после этого написал великолепный псалом, где он пишет, Господи, все возьми у меня, только Духа Святого не отними у меня. Вы знаете, он просил последний шанс, и Бог ему дал этот последний шанс. Но когда был посвящен в цари Саул, там в этом посвящении был заложен шанс, чтобы утвердилось царство Саула. Вы знаете, когда мы им дело с Богом, когда мы имеем дело друг с другом, мы всегда иногда говорим, все, у меня последнее предупреждение. Знаете, вот такое, есть такое выражение расхожее, да, последнее предупреждение, я тебя предупреждаю, если будет вот так, то значит будет вот так, если ты сделаешь вот так, то я сделаю вот так. Вы знаете, и вот здесь очень важный момент. В тот день, когда Саул был помазан Елеем Господним, и на него были произнесены удивительные пророчества и благословения, в этот самый день. Самуил предупреждает его. Он говорит ему следующие слова. Когда ты придешь в Галгал, ты уже сделаешь несколько небольших успешных побед, и ты уже будешь чувствовать себя, что с тобой Господь. И все, что твоя рука сможет делать, делай. Но помни, когда ты придешь в Галгал, ты ровно семь дней, независимо ни от чего, независимо от того, что будут видеть твои глаза, что будет чувствовать твое естество человеческое, ты ждешь меня. Ты не делаешь никаких действий до того, как я не приду. Ну, казалось бы, простое условие, правда, он уже несколько дней царь. Он совершает несколько успешных военных походов. Он выигрывает, он начинает освобождать Израиля. И вы знаете, уже народ начинает его поддерживать. И сильные в этом народе становятся под его знамен. Он становится авторитетным человеком. Но там внутри что-то живет. Помните, мы говорили из 29 книги притч, что страх пред людьми ставит сеть. Страх пред людьми. Апостол Павел, будущий апостол Павел, когда еще был Савлом, был жесточайшим гонителем церкви. Но когда стал Павлом, а Павел переводится на русский язык, меньший, малый, так переводится имя Павел с латинского языка. Паулос. Вы знаете, и вот когда он, вот тогда настраивал, то есть он был вначале гонитель, потом стал смиреннейший человек, который не боялся людей. Он говорил, для меня мало что значит, что обо мне судят люди. Я и сам не сужу о себе, чтобы мне не попасть в эту сеть, которая ставит страх пред людьми. Вы знаете, друзья мои, мы уникальны, каждый из нас мы созданы по образу и подобию Божию, уникальное творение Божие, и у нас есть только один страх, это пред Господом. Вы знаете, он помнил эти слова «семь дней меня ждешь». Пока не пройдут семь дней, ты не предпринимаешь никаких действий. Итак, Саул собирает в Галгале огромное войско. С ним рядом любимый сын Иоаннафан, который потом станет лучшим другом Давида, но не сможет помешать отцу преследовать своего лучшего друга, будущего царя Израиля. Вы знаете, Саул постепенно менялся, что-то в нем начинало меняться. Он постепенно превращался в царя, который будет править людьми, править страной, править душами человеческими. А вот кроткого, смиренного, и сокрушенного, послушного человека происходит трансформация. Вы знаете, вот эта трансформация, она начинает менять его. Процесс очень медленный, медленный, незаметный, но события идут очень быстро. Семь дней он собрал огромное войско. Они стоят против них в филистимляне. Проходит первый день, второй день, третий день. Филистимлян все больше и больше. К нему тоже приходят мужи сильные. И вот уже седьмой день он все выждал, хотя в сердце был страх. Он никогда не вступал в большие сражения. И он понимал, на него смотрят люди. Вы знаете, послушание – это очень серьезная вещь. Послушание Богу – это очень серьезно. Послушание родителям – это тоже серьезная вещь, которая потом переходит в почитание родителей. Если я не был послушен своим родителям, то я вряд ли буду их почитать. Послушание друг к другу написано в Священном Писании. Послушание между супругами и так далее. На самом деле послушание в системе экономики, в системе социального образа жизни и так далее. То на самом деле это очень глобальная вещь. Я сейчас не буду особо о ней. Но есть послушание закону. Если мы не послушны закону, написано Кесаре, Кесаре – Богу Божие. Мы слушаемся Богом, мы и подчинены законам Кесаря. Послушание – это очень глобальная вещь. И вот он ожидает, ожидает, ожидает. Проходит день. За днем и вот седьмой день. И Самуил не приходит. Вы знаете, когда нам что-то говорит пророк Божий, а Самуил – он помазанник Божий. Когда нам говорит что-то человек Божий, мы воспринимаем это всегда как слова Божьи. Мы нормальные люди, мы ходим пред Господом, мы трепещем пред Господом. Мы воспринимаем это как слова Божьи. Вы знаете, смотрите, Бог никогда не ошибается. Бог всегда верен Своему Слову. Человеки. Даже Божьи человеки. Я хочу, чтобы мы никогда не делали культа из Божьих помазанников, из Божьих служителей, из Божьих людей. Мы все несовершенные. Послушайте, по какой-то причине известны только Богу. Самуил в назначенное время не приходит. Итак, мы столкнулись с ситуацией, когда служитель Божий, помазанник Божий, пророк Божий не исполняет свое слово. Мы не знаем причины. Вполне возможно, домашние обстоятельства, некие передряги. И вот дети говорят, папа, знаете, иногда помазаннику Божьему бывает не так просто возвращаться домой, потому что дети говорят, почему, папа, ты помазал его на царство, а не нас, твоих сыновей, которые по праву, по закону должны были наследовать царство. И я понимаю, что в доме была создана некая агрессивная среда, некая нетерпимость к главе этого дома, пророку Самуилу. И возможно, я знаю, многие люди, они, любя своих близких, домашних, супругу, супруга, они иногда возвращаются нехотя домой, потому что там некая такая тревожная ситуация. И возможно, он ушел в пустыню, чтобы помолиться Господу. Возможно, он где-то был еще на Божьем труде и потом вспоминает, я не пришел в назначенный день. Возможно, Бог допустил такую ситуацию, потому что царь Давид всегда будет молиться всю свою жизнь. Испытай меня Божие, проверь меня и зри, не на опасном ли я пути и направь меня на путь истинный. Вы знаете, это очень важный момент. Иногда Бог медлит. Написано, что мы часто почитаем эту медлительность Божью, а на самом деле это милость Божия, это утверждение меня в статусе христианина, чтобы он мог поднять меня на следующую ступень моей веры. Иногда Бог замедлил. Мы знаем очень много случаев в Священном Писании Нового Ветхого Завета, когда Бог по какой-то причине медлит. Вы знаете, мы сразу начинаем говорить, о, я думал, я полагался, а теперь мои глаза. Что мои глаза видят? Мои глаза видят, что народ начал разбегаться. Воины меня оставляют. Самые лучшие воины, самые сильные воины, на которых я полагался. Я немножко попробовал маленькие победы, но у нас перед нами огромное войско неприятеля. Я в страхе. Страх пред людьми ставит сеть, надеющаяся на Господа. Будет написано, там же безопасен страх пред людьми. Он смотрел на разбегающий народ, и тогда он делает решение. Послушайте, друзья мои, мы иногда думаем, что мы цари. На самом деле, мы царственное священство, помните проповеди, мы царственное священство, мы каждый правим в своей сфере, в своей зоне, в зоне ответственности. Иногда нам кажется, послушайте, что я могу не послушать Слово Божьего. Я могу не подчиниться Божьему Слову, потому что я маленький царь. Здесь сказано, народ стал разбегаться, следующий стих, и сказал Саул, принесите мне все, что назначено для всесожжения жертвы, и вознес всесожжение. Вы знаете, в те древние времена ничего не начинались, никакие предприятия, мероприятия, никакие дела без поклонения Господу и принесения жертвы. Таков был закон, такое было правило. И сегодня я, лично я ничего не начинаю без молитвы. Я жертвую свое время на эту молитву, я жертвую себя самого, я вникаю в Писание, молюсь, я что-то жертвую в своей жизни, прежде чем я начну какое-либо предприятие в своей жизни. Я же не думаю, что кто-то женился вот так, просто так, не помолившись Господу. Все помолились Господу, когда женились, да? Я имею в виду те, кто женаты, да? Вы знаете, друзья мои, и вот он говорит, я не могу ждать этого помазанника Божьего. Вы знаете, на самом деле Бог всегда верен. Люди, инструмент Божьих в руках. Почему-то, знаете, у меня в жизни было много случаев, когда мы все договорились, я должен обязательно быть. И вдруг Бог мне ставит, я сначала не понимал, что Бог, я думал, дьявол, вмешивается в мою договоренность с кем-то и где-то и так. Я говорю, Господи, как ты допустил этого сатанюгу в мою жизнь? Почему он рушит мои планы? Я же договорился. Позже я потом понимал, что и для того человека, и для той ситуации, и для меня лично, это была великая милость Божья. Но я сразу не понимал этого. Это был рост для того человека, и глубокое смирение мое. И так, как только он принес всесожжение, и жертва пред Господом, имеется в виду Саул, этот вымоленный, этот выпрошенный у Господа, как только он закончил, едва закончил он возносить всесожжение, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Знаете, вот казалось бы, да? Ну подожди, Самуил, ну виноват-то вообще-то ты. Я не знаю, что там тебе Бог наговорил в тот день, когда ты меня посвящал в цари, как от меня мазал елеем, но виноват ты. Ты не пришел в назначенное время, а народ стал разбегаться. У меня была такая ситуация в жизни, многие из нас могут это сказать, что Господи, я был уверен, я читал места священописания, я исповедовал то, что написано, я как мантру это все повторял, и вдруг в этот день ничего не произошло, и в этой ситуации ничего не случилось. Я теряю веру, я теряю надежду, Господи, на твоих людей, но рано или поздно, если твои люди меня будут так подставлять, я потеряю надежду и веру к тебе. Здесь написано, Сау отвечает ему, я видел, что народ разбегается от меня, ты не приходил, а филистимляне вокруг. Тогда я подумал, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, потому решился принести всесожжение. Старое русское слово «решился» объясняется разными словарями, включая далее, Ожегово и прочих, объясняется очень просто. Я наступил на себя, я принял решение, которое я не должен был принимать, я сделал действие, которое я знал, понимал, что я этим нарушаю слово, которое я дал тебе. Но я это делаю, потому что мои глаза, мои уши слышат, видят, как вокруг меня все меняется. И мои внешние восприятия ситуации подсказывают мне, я должен совершить жертву, я не должен ждать тебя, уважаемый великий пророк Самуил, я должен это сделать. И я это сделал. Более того, скажу, эта битва будет победоносной. В этой битве Израиль разобьет филистимлян. Победа будет оглушающей. И все последующие битвы будут точно так же. Послушайте, но Саул смотрит на Самуила и говорит, ты же не пришел? Вина-то твоя. Вы знаете, мы готовы винить в своей ситуации кого угодно. Как угодно. Все, что вокруг нас. Вы знаете, мы часто забываем, что над всем есть Бог. Что с искренним Он поступает искренне. С чистым, чисто. С лукавым по Его лукавству. Мы забываем эти простые элементарные вещи. Я хочу, чтобы мы понимали, вы знаете, Бог всегда дает последний шанс. Мы часто не даем человеку шанса. Я больше тебе не верю. Ты меня подставил. Ты меня подвел. Я думал, ты христианин. Я думал, ты честный человек. Я думал, что ты имеешь страх Божий. А ты, вы знаете, здесь написано, сказал Самуил Саулу, худо поступил ты. Плохо поступил. Почему? Ну, ты же не пришел. Почему худо? И здесь сказано, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, не мое повеление. Это было условие Божие, благословение твоего царствия, чтобы Бог упрочил твое царствие в Израиле навсегда. Через твоих детей, через твоих потомков. Он должен упрочить. И этот день, как ни странно, сегодня. Послушайте, в Писании написано, кому много дано, с того будет много спрошено. Кому дано меньше, меньше спрос. Если ты жаждешь что-то возвышенного, великого, высокого, а любой нормальный христианин должен достигать высот Божьих, Павел пишет, не достигну ли я Христа, как он достиг меня. Подражайте мне, как я подражаю Христу. Послушайте, это очень серьезное заявление. Мы должны стремиться к большему, мы не должны довольствоваться только тем, что я имею вот это духовное молоко, я должен есть твердую духовную пищу, чтобы мне усовершиться и быть подобным Иисусу Христу. Здесь написано, «Дано тебе было это слово, ибо ныне упрочил бы Господь царствие твое над Израилем навсегда». Вот это был шанс. Это не был последний. Он даже не был первым. Послушайте, это был шанс, чтобы Бог упрочил царство Саула над Израилем. Казалось бы, ну, на полчаса позже сделал. Ну, на один день. Сколько приношений этих жертв, всесожжений? Ну, там, не знаю, там 10-12 часов, пока эти туши там сгорят, придут. Вы понимаете, это древний, это ветхий закон. Слава Богу, нам сегодня не нужно приносить это в храмах божьих, там какие-то жертвы и прочее. У нас сегодня есть одна жертва, это хвала уст наших, это наше служение Богу, это наше время, которое мы посвящаем Богу и многое, что другое. Слава Богу! Раньше вот так вот жертвами отделывались люди. Послушайте. Но теперь не устоять царствию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе. Знаете, этот разговор был один-один между Самуилом и Саулом. Это не был публичный разговор. Если бы услышали войны, если бы услышал народ, они бы еще дальше бы убежали от Саула. Но Бог очень корректный. Когда Он тебе дает еще один шанс, Он тебе предлагает один на один. Это разговор между тобой и Богом. Это камерный, тайный разговор. Продолжение следует... Продолжение следует...